Так, всё, игра начинается, я нажимаю на старт, всё, запись начали и вернулись на игру. Moscow 5 против Anexis, группа D, четвёртый день соревнований Tech Labs Cup. Moscow 5, Anexis, матч решающий, матч решает, кто же, кто же из этих двух команд попадёт в плей-офф. Moscow 5, россияне или датчане из Anexis. Ножи, пока у нас тут ножи, я с вами поговорю о составе. Moscow 5, сегодня уже озвучивался состав не раз, но назову его ещё раз. Эдуард Иванов, Эдик, Роман Макаров, Ромушки, Сергей Столяров, Фокс, Михаил Столяров, Дося, Александр Забков, Хек. Anexis, Берри, Дэнни Крюгер, Шнапи, Маркоп Файфер, Нуги, Николай Ларсон, Зе, Байджит Лау и новичок команды Anexis, Сэммл Миккенсен, СФМ. Вот такой состав у нас у команды Anexis. Выигрывают опять ножи в трёх играх. Moscow 5, играют ножи за явным постоянством. Россияне берут джедай раунд и это очень хорошо. Начинают они в дефенсе. Карта, я бы не сказал, что такая балансная, как D'Inferno, но не такая дисбалансная, как D'Train или D'Nuke. Всё-таки всё хорошо. Вот уже дефолтное запирание скрипа было сейчас от Хека, но прошла инфа, что там никого не будет, что это атака B-Planta. Бомбы быстро поставили, забрали только Эдика, ну и всё. Собственно, остался Шнаппи, Шнаппи, правда, уже двоих забрал, один в два. Ну, бомба диффузится, бомба раздиффузится. Успей, что сделать? Ой, что же я? О чём же я говорила? Шнаппи практически сотворил невозможное. Он мало того, что там минус 4, он практически ещё убил Досик, который диффузил. О, отлегло. О, 1-0, мозг у Файф ведут. Плохой я из меня Ванга сегодня, я как-то частенько фейлюсь. Знаете, так на расслабоничке уже, хох, всё понятно. Ну, да. Шнаппи, Шнаппи, Шнаппи. Шнип, Шнаппи, как пелось. То они муткие песенки... Точень, решили сделать волевой бай, получают небольших оплеух от москвичей на медле. Перестрелка котов с медлом. Перестрелка, причём по составу равная, не только по составу получилась. Ну, вот, за исключением этих двух вагов от Эдика, да, получилось всё просто один в один было. У двух сто, у одного десять. Оставалось у двух команд. Но тут Эдик, Эдик, Эдик. Ужасный и могучий Эдуард Иванов пришёл и сказал «Нет, не быть этому!» Потащим раунд. Так, посмотрел, всё, вроде всё хорошо, вроде всё работает. И смотрим за экран. Теперь уже точно эко. Вот на чан. Пришили они впятером побежать по скрипу. Ну, не знаю, нет, впятером. Смотрите, Берри тут один остался. А тут десант. Несётся, несётся. Десант, по-моему, понимает. Да, Досик понимает, откуда ноги растут. Сейчас, откуда. Это сейчас атака. И Рома Досик. Досик, Рома. Справляйтесь с этим без проблем. Фокса там только в спину забрали. Но ничего страшного, 3-0. Денег в М5-то достаточно. Серёжа сейчас дропнут. Какой-нибудь девайсик. Пхеков сейчас с Галилом бегает. Пхек молодец. Нашёл где-то Галил во втором раунде. Там же был калаш. Почему Саша не подобрал именно калаш? Странно. Ну, да ладно. Закупка. Закупка, 5 калашей. Сплит, 3-2. 3-2 на центр, 2. На Катыни, не знаю, будет выходить датчане или какой-то фейк. Ну, наверное, это уже не будет фейк. Почему? Потому что Фокс упал. Берри, Берри проходит. Берри проходит, но должны разменивать. Сейчас Берри с СФМ ещё, правда. Он забрал зернуги, именно с Ромшки, хер, на Шенапе. СФМ получил в голову через тихолку. Ну, отогнали. Отогнали москвичи и датчан. Не дали им выйти первым темпом. Сейчас будет попытка какая-то второго темпа. 3-3. Придёт регрупп у обеих команд. И они уже будут думать, что им делать. Так, нуги с ФМ подтягиваются к Берри, по-моему, нет? Или не хотят? Ну, нуги явно пасёт от Эдика. Нуги знает, что у Эдика нервы не выдержит. Рано или поздно. Вот смотрите, нуги стоит вот просто как знает. Как будто ВХ у него включён. Как у меня прямо. Но нет, нету никакого ВХ. А тут ДОСЯ. ДОСЯ всё слышал. ДОСЯ, ДОСЯ, отлично. Минус ФМ. Всё, есть инфа, что там ещё один игрок. Почему Берри не чекнул? Нет, особо понятно мне. ДОСЯ, 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 ДОСЯ. ДОСЯ. Вопрос. А зачем ДОСЯ доставал Юсп, если у него в кольте ещё были патроны? Ой, смешно. Но последним патроном ДОСЯ забрал таки Нуги. И сделал счёт 4-0. Ну, по-моему, Москва 5 хотят в первой же половине избавить нас от вопросов победителя этой карте. 4-4 Глока, 1 Диггл у Датчана. Это 5-0. Ну, а дальше будем смотреть. Так, Шноби минус Хет. Ваншот просто получил. Массаж. Ну, так, дальше всё ясно. Дальше в дело включился Эдик. Эдик 7 на 1, ДОСЯ 13 на 0. Зеи, ССС, ФМ идут пока на 0 на 5. Ну, надо, надо включаться этим Датчанам в игру. Ну, иначе, иначе отрыв Москва 5 будет так увеличиваться. Это я вам обещаю. Так, опять попытка сплита 2-3. Нет, 2-2-1. Смотрите, Шноби у нас идёт по каналке. Вместе с Зе, СФМ будет заходить по центру. Вместе с Берри. А Нуги просто будет под флэш запускать. Сейчас мы включим Нуги, чтобы убедиться, правда это или нет. Так, ну и что, пошёл выход, пошёл, пошёл выход. Хека, Хека ослепили. Хек смотрел, коты ослеп. Прошёл выход. Прошёл выход по скрипу. Как Хек сейчас не попадает? Ну всё, Хек не желез. Да, Берри минус Хек. Ромшки минус Нуги. 2-3. Фокса подорвали. И Эдик вместе с Ромшки остались вдвоём. Тут, на самом деле, дымов гораздо больше. Это ХЛТВ показывает нам добрую половину только. Ну и всё. Эдик 1 в 3. И Эдик Аберри забирает. Первый раунд с датчанами. Так, мне вот сейчас сообщили, что завтра игры в 9 часов вечера будут. Одновременно будут играть в 2 игры, как я понял. Так, 5-1. Хек, Хек, Хек принимает. Центр. Ну, Хек молодец, конечно. Доси, Доси, Доси. Доси думает, что идут скотов, скотов. Никого нету. Доси там со скрипа. Со скрипа. Просто масса. Масса игроков со скрипа. Фокс слепой. Фокса сейчас тоже заберут. Нет, Фокс, по-моему, на знание карты просто пропрыгнул в тупой, но не помогло. Хек, Эдик, Ромский против SFM, Берри, Нуги. 3 в 3. Слит идет на попытку отойти на б-плант датчан. И Эдик все-таки делает клатч себе. Один в один. У нас новичком команды Нексис остается он с SFM. Сэммл Миккенсен. Вот оно, новое имя в датском Counter-Strike. Я, если честно, первый раз наблюдаю за этим игроком на матче. Ну уж тем более комментирую. Так, ну что, Эдик, наверное, понимает уже, да, что эта атака пойдет на А. Крадется как мышь просто. И бомб Хэсбурн Паналист. Эдик минус SFM. Все. Все хорошо, все спокойно, все стабильно. Эдик такой распрыжечкой к бомбочке. 6-1. Все правильно. Доси 14 на 2. Эдик сейчас будет 12 на 2. Ну вот эти парни, собственно, игру и сделают. Я не знаю, как так Айнаксис, дочеркались карты до Тускана. Выбирать против Moscow 5 эту карту опасно. Это я так очень мягко выразился. Я не знаю. Moscow 5 побеждали на этой карте, по-моему, всех. Они побеждали и у Na'Vi, и у SK, и у Fnatic, и у The Gaming. И у кого они должны не участвовать на карте. Ну, правда, и проигрывали тоже многим. Александр Запков, по-моему, вот именно это. Это точно любимая карта Саша. Я вспоминаю, что он творил на предпоследнем турнире. Напомните мне, что это был за турнир. Что он творил с SK Gaming здесь. Где он один просто уничтожал всю шведскую дружину. Ну, и вот сейчас Саша тоже идет хорошо. 6 на 5. Да, вроде как 6 на 5, но все время фраги очень важные, очень нужные. И вот сейчас, смотрите, Саша должен забрать последнего датчанина. Если сделает шажок правее, 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 правее. Оп, заметил, заметил, заметил. Нет, не перестреливает. 49 хп оставляет. Доси остается, сотый Доси остается. Но Доси должен понимать, что сейчас атака пойдет под Б. Да, Доси это прекрасно понимает. Доси прилетит в флэш. Ох, хорошее хае. Ну, просто трогнул точно в ноги. 7-1, там даже стрелять, по-моему, не надо было. В игрока Анексис. Доси наращивает свое количество фрагов такими вот диффузами, клачами, вытащенными. 19 на 2 идет Михаил Столяров. Тем временем, один час ночи в Москве. У нас на стриме 741 человек, это очень классно. Игры очень интересные, классные и вообще все супер. СФМ, кстати, сейчас очень хорошо сыграл. Но Фокс играл немножко лучше. 8-1. 8-1 и потихоньку, потихоньку, да. Вопросы на тему победителя на этой карте, ну, сходят на нет, если быть честным. Все-таки М5. М5 выглядит как-то более уверенно на этой карте, как минимум на этой карте. Вообще перестреливают просто игроков. Датчан. Нету проблем. Экраунд. Экраунд. Датчан, это 9-1. Вспоминается мне тот матч против поляков из нынешних ЕСЦ, да, когда... 16-0. 16-0. М5 выиграли у будущих чемпионов DAWDU CG 2001. В онлайне на тускане. 9-1. Правда, также проигрывали на зимнем дрюмхаке Фнатиком 16-2 на этой карте, но... Будем это считать как страшный сон. Это было не с нами. Мы этого не видели. 9-1. Бай, бай, Датчан. Ну что, надо пытаться последней, последней надеждой для команды Annexis. Спасти положение и выйти в плей-офф, выбив команду из Москвы. Кстати, финал пройдет в Москве. Одна московская команда уже пробилась в плей-офф. Команда Вифорт, она вышла со второго места группы А. Ну, Виртуспрок, к сожалению, заняли четвертое место в своей группе, не вышли. Но Москва 5 имеет все шансы пополнить ряды российских коллективов, вышедших в стадию плей-офф. Но лан, финал будет только в финал. Гранд-финал, последние две команды приедут в Москву. Так, Берри перестрелял в Фокса. Ну, Фокс, слепой, будем честны. Ромшки нашел Нуги на центре. Тут, по-суму, у него из-за сода на плей-те. Хек зачем-то вылез. Те, каркадная душонка. Полез. Тут хребет Доси. Доси тоже не выдержал. Вышел и оставил Леди-ка отдать. Оставил Леди-ка. Эти, кстати, может сейчас взорвать. Будь нет, не взорвало. Как-то хаер. Странно, почему хаер вообще не взорвало. И Эдик решил варьировать. Ситуацию схватил Коль. Побежал в атаку. Мог бы что-нибудь придумать. Более более интеллектуальное, что ли. Но вот только надо было ли. Непонятно. Не факт, что получилось бы. Доси идет 23 на 3. Эдик 14 на 4. Пинк игроков одинаковый. 29 на 25. Средний пинга. Тут сложно говорить, что у кого-то есть преимущество. Все абсолютно ровно. Эдик минус Нуги. Уже и 5 на 4. Вот так вот в начале раунда защита получает себе бонус. Хек еще забирает ССФМ. Шнайбер забирает. Сейчас, по-моему, выравниваются составы. Кажется мне. Вот здесь. Да. Составы выравниваются. Берри забрал Фокса. Ромушки, правда, подошел, подоспел в спину. И это 2 на 2 уже. Да. Просто постоянно, постоянно идут какие-то убийства на корте. Доси минус Шнайпи. Ну, Доси очень редко проигрывает в клатч. 1 в 1. Так, Эдик падает от Рукзи и Доси. Доси в 100. Да. Дзе вытаскивает. 1 в 2. Третий раун. Для датчан. Вот только я сказал, что, ну, ребята, пора будем собраться. Да. Обращаясь к датчанам. Датчане вроде как взялись. Взялись, довели бедных в Москов 5 до... До нищеты? И эко раунд у М5. При счете 9-3 в их пользу. В первой половине. Нашли уже Эдика. Аркадийл центр. Доси Аркадийл коты тоже. Да, Аркадийлся. И остаются ромушки с деклом. 2 из ПА. Фокса нашли. А где у нас ромушки? Ромушки обходит. Ромушки Russian Партизанин. Так. Хек там у Саши бьет. Ого. Эх, 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 эх. Как жалко, да? Вот так 2 пульки, 2 хэдшота и... И тащить, не перетащить просто раунд, но... Диггл, диггл. Рандомная пушка, конечно. Надеяться на него нельзя. Вот так вот. Точнее, надеяться-то можно, но быть уверенным нельзя. Как раз таки только остается, что надеяться доуповать на его... Удачу. Ну все, бай есть. 2 раунда еще играть. 2 раунда нам еще смотреть. 5 кольтов против 5 калашей. Так, вот уже 4 кольта против 5 калашей. Шнаппи порадовал. Фокс тоже порадовал. 4 в 4, но у Фокса очень мало. ХП у Эдика тоже очень мало. Тут атака под Досю. Эдик справляется с одним игроком. Дося вовремя сейвится. Убегает. 3-2. Дося, Дося шьет. Хорошо, как шьет. Дося, минус Нуги, отлично. Михаил Стреляров. Так, Фокс падает от СФМа. Ждет он... Ждет он Аркады. Дождется ведь? Нет, не дождется. Тут Рома подоспел. 10-5. 10-5. 10-4, конечно же. 10-4. Я уже... Немножко... Начинаю бредить. 2-й час ночи. Тяжелое, конечно, расписание. Я уже говорил. Для зрителя тяжело. Ну и для стримеров тоже не так легко. Особенно если стримерам утром на работу. Так, Фокс. Слышит топот. Должен был дать инфурсу. Сейчас со скрипа будет взрываться. Да, да. Лфу. Последний Берри тоже в скрипе. И клащ один в один. Закрывается скрип. Эдик не знает, что 16 хп у Берри. Так бы он, конечно, стал прошивать. Но Берри решает отойти. Берри решает отойти. И вернуться обратно. Такой брейншторн просто игроки устроили. Тут Берри хитрый. Хитрый, но недостаточно. Хитрый Берри. Да, Эдик его находит. 11-4. 11-4 первая половина. Интересный раунд. Последний минутк пронаблюдали. Была тут битва разумов. Коцин и Эдик против Коцинова Берри. Но все-таки русский мозг победил датский. Да нет, шучу. 16 хп там просто было всего лишь. У Берри было бы у них поровну. Не знаю, что бы было. У Берри надо было действовать, на мой взгляд, просто прямоленинно. Либо бежать вперед сразу, либо бежать назад сразу. Кстати, если бы он бежал сразу назад, то он бы... Кто-то бы спалился. Пока бежал в канал. В каналке. Ну, а здесь мы пронаблюдали сценку под названием «Пистолетка» в исполнении Анексис. Расстреляли бедных москвичей. Потеряли только Берри. Да, потеряли только Берри. 11-5. 11-5. Сейчас мы будем смотреть на экран от М5. Причем там тимкил был или что? Почему 0 килов у... Я немножко не понял, кто-то разбился или что? Почему 0 килов у М5? А, вообще никого не потеряли. Берри выжил. Берри выжил с одним ХП. Вот оно что. Совсем я уже... Шарики за ролики заезжают. Казалось мне, что Берри убили. Нет, Берри был жив. Без потерь взяли пистолетку. Датчане... Так, ну вот здесь Russian Diggles. Russian Diggles в действии. Фокса, правда, убили. Эдик минус SFM, отлично. Эдик минус D. Минус 2 от Эдуарда Иванова. Минус 3 от Эдика. Эдик он фаер просто. Ну, посмотрите, что сделал. Этот игрок, ну, просто... Уничтожил. Вот, честно. 12-5. Эдуард Иванов. Минус 4. Минус 4 в раунде. И это очередной хайлайт в исполнении Эдуарда. Там скоро уже можно будет полнометражное кино снять по хайлайтам Эдика, по-моему. А если еще туда вписать Досик, то он может вообще какой-нибудь сериал мексиканский. Месяца на 3. Ну и что? Эко. Эко у датчан. Ничего мне остается, как терпеть. Датчане терпят. Причем хорошо так терпят, я вам скажу. Забирая ромушки фокса с юзков. Носку файк немножко в таком легком нокдауне сейчас находится. Такие парни, ну мы же вас только что. Это того самого. Ну вы куда вообще? Так, что Минус Дося. Эдик Хек. Так, Эдик падает. Хек 1 в 2. Что творится вообще? Что творится? Хек забирает Берри и Хек забирает СС-ФРМ. Слава богу. Фух. Валидольчик, валидольчик. Посмотрите, сыграно 3 раунда. Посмотрите на фраги Москову 5. 5 фрагов у Хека, 5 фрагов у Эдика. 2 раунда взятого. Это как? Это Хек дал минус 4 и минус 1. И Эдик дал минус 4 и минус 1. Ну, включили-включили кнопочку «тащить» и потащили. Теперь закупка. Закупка у датчан. Ну, естественно, нужно минусом сделать. Нуги-шнапи. Ромшки-Хек. Так, подвое поразменялись. Оставили бедного Нуги в одиночестве. И Хек с Ромшки идут по банану. Нуги это читает. На радости. Датчанам должен давать сейчас 1 минус. Оп. Да. И Хек 43 хп. Хек все правильно, все грамотно. Делает, берет бомбу и убегает. Умница. Вот так и надо действовать. Все правильно. Выходи на центр, кидай дым, ставь бомбу, воруй, убивай. Не знаю, что тебе можно делать. Ты же террорист на дату-скан. Все можно тебе делать. Ну вот, конечно, было смело. От Хека так развернулся спиной к центру и стал ставить бомбу. Потом развернулся. Ну и все, бежит Нуги. Вот. Это круто. Это очень круто. Просто откуда узнал вообще? Откуда Нуги знал, что здесь будет Хек? Я немножко рот даже податкнись. Я думал, ну все, ну раунд не берущийся для контра. Но 13. 13-6. Так вот. По два раунда взяли. Как команды. И вы знаете, я не могу сказать, что здесь прям все решено. Ну, 7 раундов, конечно, преимущество у Москова 5, но это всего лишь 7 раундов. Вот сейчас теряю там 5, например, да? 7 раундов стоит уже в 5, потому что там идет ЭКО. Ну и потом еще так два раза еще посмотрим, что же будет пока. Пока 3 в 3, уже 3 в 2, уже ромушки 1 в 3. Команды, по-моему, тоже устали, хотя бы спать, хотя бы быстрее доиграть. Никаких долгих холдов. Все быстро, размеренно. 4 хп против 12, 80 хп. Взрыв. Да, подорвали, бедного Нуги. 7, 13. И ЭКОРАУД у Москова 5. Ну, либо Диглбай какой-нибудь сейчас будет бешеный. 5-4 от Эдика мы посмотрим. Потом еще пару раз посмотрим и спайпелем. Вот тоже вариант неплохой. Главное, чтобы с положительным финалом, чтобы был хэппи-энд. Так, Рома и Фокс, по-моему, там 2 Дигла, М5. Да. Тут, по-моему, все ясно. Эдик вообще стоит на респе. Что-то, видимо, объясняет парням. Не знаю, что происходит. Ну, или просто отошел. Зачем он здесь... Странно. Что происходит? Может, Эдик вылетел вообще? Нет, Эдик шевелится. Ну, видимо, какой-то вот тайм-аут решили взять ребята. Что-то у них не клеится. Несколько раундов подряд. Надо бы перетереть, сказал Эдик. Так, и сейчас, видимо, там кому-то объясняет вообще, как играть в эту игру и что надо сделать, чтобы потащить. Берешь Дигл, идешь на банан, даешь минус 4. Все. Все легко, сказал Эдик. Ну, все, нашли Эдиков. 13-8. Да, 5 раундов остается. Датчанам до Москова 5. Нуги идет 15 на 2. Нуги тащер. Нуги просто красавчик. Ну, тот раунд, конечно, как он вытащил, это просто медаль надо выдать за сообразительность, так как минимум, так прочитать. Хека было, это надо постараться. Усиление котов от Датчан. Нуги Шнайпи Берри, Зе сидит на зигзаге, а СФМ смотрит в одиночестве Б-Плант. Отдается банан полностью. Так, Досик проходит у нас под скрип. Хек, Фокс, Ромушки в первой комнате. Эдик тут на входе во вторую комнату. И сейчас будет сплит 2... 3-1-1, по-моему. Или нет? Сейчас посмотрим. Пока это выглядит как вообще 4-1. 4 по центру. Со скрипа. И так, медленно-медленно-медленно пробираются игроки Москова 5. Сбирают ноги. Бум-бум-бум. Минус 2. Датчан. Минус 2 от россиян. И простая математика, да, дает нам в итоге 3-2. В пользу М5. Эдик еще минусует Зе. И СФМ последний. 1 в 3. Бомба стоит. Ну, тут дыма еще лежат. У них что-то. Видит, да. Досик, забирает это 14-8. По-моему... По-моему, все. Деньги... Нету денег. У Датчан сейчас ничего им не остается, как уповать на волевушку. Да. Фомас, Фомас, Фомас. Есть ли броня, вот интересно. Мне и какая вообще. Шнаппи отправили. Шнаппи отправили. Смотрите, куда отправили Шнаппи. Ух, сейчас тут будет. Сейчас тут будет встречка. Оп. Минус Дося. Дося немножко, наверное, прифигел сейчас. Не ожидал он. Встретить так глубоко. В каналке. Шнаппи. Многим, ну, с ромшки, да, и... Да, немножко. Поплыли, поплыли москвичи против такой... Блевой закупки... Вот, а Nexus... Ну, 5-3 это все-таки не... Так все страшно, но вот, правда, 2-4 это уже... Это уже страшно. Я надеялся на каких-нибудь 2 красивых фрага от Эдика, например. Ну, Фокс 1-3. Ну, что, потащит? Фокс минус Зе. У Фокса есть бомба. Но SFM понимает сразу, что Фокс идет на Б. Конечно же, он это понимает. Прекрасно понимает. Ну да. И хорошим хатшотом забирает. Сергей Столярова это 14-9. В принципе, интрига жива. Ну, вот, а Nexus взял в 9 раундов, полностью лишили москву 5 шансов выйти с первого места. Почему? Потому что он опять отрицательный баланс раундов становится, если не учитывать игру с Есахарой. Так что, если у трех команд будет по 6 очков, то Херши все равно будет в первом месте. Но SFM тут опять хорошо исполняет ЭКО. Нуг еще практически пал от Эдика, но не пал. Страна такая есть. 14-10. 14-10 у меня пролагали худые. Не вижу я ХП игроков, к сожалению. Эх. Ой, это плохо. В таком важном раунде. И худ не работает. Что поделать? Ну, теперь вижу. Со стоп. Все хорошо. Кто-то сейчас умрет. Либо Зей, либо кто-то из Moscow Fire. Смотрим. Смотрим за Бальжитом Лалом. Что он тут сделает. Позиция у него точно убойная. Я бы на месте атаки, вот всегда, когда я шел через вторую комнату, взрывал это место. К чертям просто. Потому что вот этот игрок, он вот так вырываясь под флешку с дигзаги, да, всегда забирает кого-нибудь. Там вот этот парень, именно этот парень. Кидает флеш, второй выходит и... Атака просто становится беззащитная. Так, вот эти сколько, на сколько у нас? Три в три. Причем все три игрока Moscow Fire идут на Б, и все три игрока Nexus сидят на Б. И просто уже готов. Так, ну, не принял Эдик. Сейчас тут ромшки примут, скорее всего. Да, Шнайпи принимает. Ромшки, и флокс падает. 14-11. Ух! Неужели Anaxis еще не сломлен? Неужели Anaxis готовый вот тащить из такой ситуации? С ситуацией 14-9. Да, ну честь и мы хвала, конечно. Проигрываем. С таким счетом все равно быть... Быть готовыми. И давать бой. На этот раз отдали зигзаг. Датчане пропустили они туда. Вот, Фокс уже прошел. Здесь волевуха. Хекс калашом. Что у Эдика? Интересно, что у Эдика. Ромшки, Фокс, Досе. Три дегла. Опасно, конечно. Очень опасно. Зе. Зе, зе, зе. Зе опять в центре событий. Зе просто дает инфу. Ребята не выехали. Мне нужна помощь. Ну, тут нуги приходят на помощь. Просто со спины. Проходит по центру. Забирает двоих. Выживает. Не выживает. Эдик все-таки забирает его. Три в четыре. Вот надо СФМ забирать. СФМ минус два. Да, ну и все. Наун за. Ланексис 14-12. И сейчас мы точно увидим экран в исполнении Moscow 5. Потому что, ну, надо, надо подкопить деньги для финального броска. Куда ВП? Нет, все-таки не зря. Не зря я всегда страдал. С математикой в школе и в университете у меня как-то вот... Мне все время кажется, что вот сейчас деньги кончатся. Вот сейчас деньги точно кончатся. А Moscow 5 берут, закупают АВП. А там сидит Зе. И Зе никуда не выйдет. Это датчане. Это вам не... Русские безбашенные парни. Это вот... Дания, Германия. У меня вот там позиция. Все, я там сижу. Никуда я не выйду. Ну, где опять минус два на центре. Опять с одним разменом. Уже сейчас в исполнении Хека. Это 4 в 3. Здесь я, кстати, поменял позицию. Я наврал вам. Здесь сменил позицию. Досю поймал Хае. Доси сейчас будет вот рандеву. Ну, 1 в 3. 14-13 будет сейчас счет. Скорее всего, если Михаил Столяров не... Не пропишет себе бессмертие в консоли. Нет, не прописал. Забыл пароль, видимо. Ух, 14-13. Эк раунд. Да. Это что-то с чем-то. Я не знаю, что сказать. У меня тут есть, конечно, шапка-ушанка. Ну, хорошо. Давайте я ее одену. Правда, сейчас одену. Вот так. Одел я шапку-ушанку. Надеюсь, что она мне поможет. Ну, здесь Эк, тут все понятно. Тут даже шапка бы не помогла. А вот сейчас все самое интересное. 14-14-14. Бай у обеих команд. Причем у Annexys бай на... Оба раунда стопроцентный. Москуфайф проигрывает 5 раундов подряд. У Москуфайф тоже стопроцентный бай на 2 последних раунда. Сейчас все решится. Кто же продолжит участие в этом турнире? Российская команда. Эдик Минус Шнаппи отлично. Шнаппи вот здесь досиделся в своей каналке, любимой. Открывает скрип Михаил Стеллеров. Его там никто не встречает. То есть, знаете, как обозначился. Эй, ребята, я тут. Идите ко мне. На себя немножко переманивает игроков. Дает своему брату Фоксу пройти поближе по котам. Фоксу даком пропрыгивает минус Берри. Фокс минус Нуги. Ну что, планет открыт. Планет открыт на ХП очень мало. Там буквально ХЕ прилетит и просто минус 3. Там можно триплкил выдать буквально одной ХЕшкой. Забрали еще одного игрока. Игрока Анексис. И Бальжит Лал Зе остается 1 в 3 с АВП. Ну, у Зе тут шансов победить. Зе берет калаш и падает от Доси. Слава богу. 15-14. 15-14. И, вы знаете, ничья вряд ли устроит команду Moscow Fire. Все-таки поражение от Kirchner со счетом 20-10. Это много минус раундов. Я вам скажу. Опять сейчас плюс один раунд. Будет, если будет 15-15. И у Анексис, по-моему, разница получше. Поэтому, опять надо выигрывать. И посмотрим, что же будет. Неужели не видел Дула, Лейдик, Лейдик? Ну, тут же сидит. Доси, молодец. Доси заметил. Дула, Ромшки, минус Шнапи. Выходит на открытый плент. Фокс, минус Нуги. 3, букву, 5, 2. Ну, все. Здесь все. 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 Можно выдохнуть. Ребята, можно выдохнуть? Можно. Доси, минус СФМ и минус Ден. Доси, да. Михаил Столяров. Доси, 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 Минус 3. Ну что, шапка-ушанка? Да. Победная шапка-ушанка. Кстати, она приносящая мне удачу скоро отправится к моему хорошему знакомому в Японию. Там будет жить. А мне нужен новый тресман. Ну что, шапка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка-ушанка. Продолжение следует...